Ваше Святейшество, спасибо Вам огромное в очередной раз за эту традиционную возможность говорить с Вами в Рождество о празднике Рождества. Я поздравляю Вас. Благодарю Вас сердечно. Для меня всегда тоже это такое особое событие – встречаться накануне праздника, общаться с Вами, но и через это общение все-таки иметь какой-то разговор с нашего народа. Ваше Святейшество, этот год будет годом 15-летия интернизации Вашей. И вот я прекрасно помню, как еще раньше, тогда, 15 лет назад, Вы уже тогда говорили о традиционных ценностях. В тот момент, когда многие политики еще так показательно морщились, дескать, какие традиционные ценности, если для народного благополучия, для благополучия государства у нас есть институт прав человека, у нас есть демократия, этого достаточно. Вы говорили уже тогда. И вот в этом году мы уже можем сказать, что традиционные ценности стали частью института права, а Вы при этом все равно продолжаете говорить о традиционных ценностях. То есть Вы думаете, что это пока декларация, и за нее еще стоит побороться? И вообще, как Вы будете придавать значение этой теме в Вашем первосвятительском служении? Хотел бы начать немножко с филологии. Традиция. Что это такое? Традиция – это передача. Дословно, передача. Отсюда трансфер, ну и все прочее. Другими словами, традиционные ценности – это те ценности, которые передаются от кого к кому. И что это за временной отрезок, в течение которого эти ценности передаются? Вот отвечая на эти вопросы, мы сразу и поймем, о чем идет речь. Речь идет о вечных ценностях. О тех ценностях, которые Богом заложены в саму природу человека. И реализация этих ценностей и обогащает человека тем, что является архиважным, неприходящим, во многом определяющим такое важное понятие, как человеческое счастье. Поэтому здесь никакая не архаика, а здесь свидетельство о чем-то, что выходит даже за границы нашего опыта. Как можно представить ценность, которая существовала всегда и которая переходила от поколения от поколения, от культуры к культуре. Поэтому отношение к традиционным ценностям должно быть, но очень внимательное. И самое главное, чтобы традиционные ценности не отождествлялись только с прошлым. И чтобы молодежь это понимала. Традиционная ценность – это то, что принадлежала истории, что принадлежит истории и что уйдет в будущее. Эти ценности будут сопутствовать человечеству, видимо, до скончания сего мира. – Ваше святейшество, в прошлом году произошло очень много таких знаков, мне кажется, добрых, но хочу знать ваше отношение к ним. Ну, конечно, это возвращение иконы Троицы, авторства преподобного Андрея Рублева. Рака князя Александра Невского, она была установлена теперь на историческом месте в Петербурге. «Ваме обретена чтимая икона Казанской Божьей Матери, теперь можно ей поклониться в Казанском соборе». Вот, мне кажется, добрые знаки. А на ваш взгляд, и есть ли какой-то в этом тайный смысл? Ну, эти события настолько значимы, что, конечно, важно попытаться понять. Во-первых, почему это сейчас произошло? Ну, почему это раньше не могло произойти? Почему патриарх, постоянно проходя мимо этой иконы, не задавал себе вопрос, что это никакой не постер, это никакая не копия, что это икона. Но лик настолько древний, что эта икона не может быть сделана вот сейчас. Но ведь проходил. А как? И что произошло в какой-то момент? Вы проходили, как и раньше проходили. И что произошло? А вот тут прохожу, смотрю на икону, и думаю, как все-таки научились подделывать под старину, не понимая, что передо мной подлинник. Беру эту икону в руки, поворачиваю, и понимаю, что это старинные иконы. И вспоминаю историю, которая свидетельствовала о том, что московский список Казанской Божией Матери якобы был похищен из храма на Красной площади. Причем никто не мог объяснить и толком рассказать историю, как это он был похищен, что воров не схватили или была погоня, и кто вообще сказал, что он был похищен. Нету этой информации. И тогда мне приходит мысль. Так может, никто его не похищал, а просто спрятали? Время такое было. Спрятали образ. И то, что он оказался в патриаршей Ризнице, тоже не случайно. Но куда же принести-то этот образ, чтобы его все-таки никуда, найдя неделя, да и ни в какой музей не передали? Передали моим предшественникам. По всей вероятности, это был патриарх Алексей Второй. И образ находился в патриаршей Ризнице. И вот таким образом произошло это соприкосновение мое с этой святыней. Ну и я очень рад, что это произошло не только как бы келейное. И этот образ не остался только как бы в том месте, где молится патриарх. Но чтобы появилась возможность вернуть его на то историческое место, где он и находился. На Красной площади. Но это явно какие-то знаки? Или это вот... Или это мы так себе представляем? Да, это хороший вопрос. Для церкви, для народа, для государства. Это очень хороший вопрос. Есть такой текст Священного Писания. «В злухудожную душу не внидит премудрость и не обитает в теле по винном греху». Что это означает? Это означает, чтобы принять благодать Божью, чтобы принять чудо, нужно быть к этому готовым. Мы были к этому готовы в советское время? Нет. Мы были готовы в постсоветское время, когда все эти турбуленции были, наше сознание было переключено на все совсем другое. Сейчас наступило особое время. Я называю это временем сосредоточения. Россия действительно набрала силы. И материальные, интеллектуальные, научные, военные. Множество сил. Но Россия набрала, несомненно, и духовную силу. Она стала опором православия во всем мире. Церковь наша не просто играет какую-то культурную роль и находится за полями общественной жизни, там, на периферии, обслуживая пенсионеров. Она в центре жизни людей. И вот тогда, когда эти все замечательные изменения нашей жизни и состоялись, вот и явилась Божия Матерь. И не в злыхудожную душу, а в открытую душу наших людей, к открытым сердцам, чтобы принять эту благодать. Поэтому все связано очень тесно. Состояние людей, уровень их веры, духовности, готовности воспринимать святыню и чудеса, которые Господь совершает. Еще раз скажу, в злыхудожную душу не внидит премудрость. Поэтому эти события свидетельствуют о большом сдвиге, который произошел в сознании нашего народа и в духовной жизни людей. Ваше свидетельство, сейчас молятся, как мне кажется, больше всего вызывают к Богу наши ребята там, на передовой, в окопах, перед боем, принимая атаки неприятеля. Слава Богу, у нас уже появилось ощущение абсолютно неотвратимости победы. Она будет, мы ее добудем. Но люди продолжают гибнуть. И воины, и мои коллеги-журналисты, и простые обыкновенные люди, горожане. Причем как в зоне проведения операции, так и в приграничных районах. Вот как им помочь? Как успокоить? Как дать надежду? Ответ, вопрос, на который у меня лично нет ответа, как. Потому что это все очень индивидуально. Одно слово должно быть обращено к воину, которому дается опаснейшее задание, связанное, может быть, с прямым соприкосновением с врагом, и он сознает, что мало шансов даже вернуться после этого задания. Другое дело, это командир, который находится, может быть, вне такой зоны прямого достигания со стороны врага, но принимает ответственные решения. Ну и так далее. И по этой лестнице можно подниматься на самый уровень высокий. Поэтому я думаю, что такого одного ответа быть не может. Но я бы вот о чем хотел сказать. Господь не посылает народу испытания, которые он не способен вынести. Даже Великая Отечественная война, которая сопровождалась огромными страданиями людей, не оказалась способной разрушить жизнь нашего народа. Вот и те испытания, которые сегодня на нашу долю выпадают, они, конечно, ранят, но они не способны убить. Они не способны поколебать нас, как народ. Они не способны сокрушить наше мировоззрение, в которое прямо включена любовь к Родине и готовность ее защищать. Поэтому мне кажется, что всякое испытание посылается нам не для нашей погибели, по крайней мере, духовной погибели, а для того, чтобы пройдя эти испытания, мы стали лучше. Поэтому в каком-то смысле то, что сегодня с нами происходит, это экзамен на нашу зрелость, в том числе на духовную зрелость. Вот столько лет вы жили в условиях религиозной свободы. Вы построили храмы, открыли монастыри, вы стали причащаться святых христовых тайн, священники работают в вооруженных силах, ребята исповедуются, причащаются перед тем, как идти в атаку. Вот уже совершенно как бы другое измерение этой духовной жизни. И вопрос заключается в следующем. А что это все приносит нам, как народу, как стране? Глубоко убежден, что если бы не было этого возрождения, и сохрани Бог, если бы произошла такая междоусобная брань, то притекала бы она совсем иначе, и последствия ее были бы очень опасными для нашей страны. А сегодня у народа, у страны есть потенциал, как отражать тех, кто чает сокрушить Отечество наше. Именно примерно так мы молимся в особой молитве на литургии за мир и за прекращение военных действий, и за победу нашу. Вот. Ну и надеемся, что так оно и будет. Еще раз хочу подчеркнуть, что наши победы куются не только на поле брони. Они куются, начиная с детских садов и школ. Они куются в наших молодежных каких-то группах, где люди молодые размышляют о стране, о будущем, о своей собственной жизни, в учебных заведениях. Ну и, конечно, церковь продолжает осуществлять совершенно особое служение. Дай Бог, чтобы, мобилизуя все силы, которые у нас есть, мы и могли бы стать сильнее. В первую очередь сильнее духовно. Стать более мужественными, более самоотверженными, более заточенными на готовность служить Отечеству. И даже если потребуется, жизнь свою положить за други свои. Как вы знаете, есть у нас такие люди, которые не захотели стать сильнее. И два года назад, в феврале 1922 года, стали уезжать из страны. Их все чаще называют и называли испуганцы. Так вот эти испуганцы, которые, наверное, имели иллюзию того, что рай на Земле – это там, на Западе, и там им будет хорошо, сейчас, по всей видимости, распрощались с этими иллюзиями, потому что начинают возвращаться. Возвращаются и больше, и больше. И вот здесь две точки зрения. Одни говорят, надо помогать, надо их вернуть, а другие говорят, да не надо помогать, общество без этих чище будет. А вот как по-христиански? Ну, ничего не хочу говорить от своей, как бы, мудрости или недостаточной мудрости. Просто хотел бы сослаться на Слово Божие. Притчи о блудном сыне. Вот два сына. Один благоразумный, который работал, трудился, помогал отцу, а второй, получив денежки в наследство, промотал их. А потом пришел оборванный, несчастный. Ну и, конечно, возмутился ведь тот сын благоразумный, а отец принял этого блудного сына. И вот это же притча для всех нас. Не надо отталкивать человека, который согрешил, если этот человек приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Вот если эти люди, которые покинули Россию, и даже там где-то выступали, что-то против и говорили, но вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть. Вот другого подхода к этой теме, как только христианский, я сформулировать не могу. Ну, там, наверное, какие-то могут быть правоохранительные еще темы, степень вовлечения этих людей в какие-то преступные действия, но это уже не касается священнослужителя. А я говорю, обращая это внимание, обращая внимание на то, что среди этих людей есть и вполне люди достойные, но те, которые ошиблись или испугали, или действительно стремились найти что-то в жизни более удобное для себя, комфортное, но были посрамлены на этом пути. И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их. Вообще сейчас весь мир просто в плагоне войны, куда ни посмотри. Помните, как вы были, по сути, министром иностранных дел православной церкви, простите уж за мое сравнение, и мне кажется, вы тогда летали по разным городам и странам, но почаще даже, чем Сергей Викторович Лавров в нашей дне. А вот расскажите, пожалуйста, вообще все страны, народы, вот в этот мировой разлом, вот в этом противостоянии, они способны вообще на преодоление этого раскола, на согласие, на дружбу, на любовь? Вы с учетом того своего большого-большого международного опыта с пессимизмом или оптимизмом все-таки смотрите вперед? С реализмом. Не оптимизм, не пессимизм, а реализм. Не все так просто. Совсем не все так просто. Мне действительно Господь провел через какой-то удивительный опыт. Я был в 119 странах мира, причем в разные эпохи. Я хорошо помню войну в Юго-Восточной Азии, Южный и Северный Вьетнам. Я помню гражданскую войну в Лаосе. Я тогда находился на территории этой страны. С гуманитарной миссией, кстати. Я был членом в группе директоров одного фонда, который был создан во Всемирном Совете Церквей для оказания помощи страждущим людям в Юго-Восточной Азии. И мы посещали небольшой группой международной деревни места проведения военных действий с тем, чтобы определить проекты, на которые следовало бы направить эти деньги. И вот тогда я соприкоснулся, конечно, с этими страданиями людей в джунглях. Не буду всего рассказывать, но такая была, с одной стороны, конечно, для меня очень интересная тема, с другой стороны, и достаточно опасная. Но тогда Господь привел меня в соприкосновение с огромными страданиями людей. И я понял, что оказание помощи – это тот ответ, который должны христиане реализовывать. Вот поэтому, не знаю, в полной мере ли я ответил на то, о чем вы меня спросили, но мысль моя ушла в то прошлое. И исходя из этого прошлого, я бы хотел так же поступать и сегодня. Преследование русской канонической православной церкви на Украине. Сначала захватки Европечерской лавры, а потом попытки запретов в канонической церкви. Такое ощущение, что они хотят сделать из нашей церкви такой один из двигателей гигантского конвейера по производству ненависти по отношению к русским и к России в целом. Как вы думаете, хоть что-нибудь у них получится? Ну, что-то уже получилось, но очень коряво и, простите меня, глупо. Но они пошли по пути создания раскола. Потому что они не могли же обратить всю церковь вот на ту политическую позицию, которую большинство людей не разделяло и не разделяет. Именно политические факторы привели к тому, что была создана Раскольническая церковь на Украине. К сожалению, ее поддержал Константинопольский патриарх. Всем же хорошо ясно, что Константинопольский патриарх – это несвободный человек. Он находится под сильными влияниями тех, кто имеет силу в этом мире. Ну и не имея собственной поддержки, не имея собственной паствы в том месте, где он находится, я имею в виду Турцию. Но действительно человеку ведь непросто. Ну и поэтому, по всей вероятности, этот неблагоприятный контекст ну и формирует и позицию Константинопольского патриарха, с которой очень многим невозможно согласиться. И поэтому поддержка раскола на Украине – это не просто ошибка Константинопольского патриарха, это его великий грех. Кстати, вернусь к одному очень интересному сюжету. Мне стало известно достаточно давно о том, что наши политические противники, противники нашего государства, размышляли о причинах влияния сначале Советского Союза, а потом и России на арабский мир и на среднее, на восточное Средиземноморье, то есть на православный мир. И вынесли вот какое суждение, что главной, основной мягкой силой, которая осуществляет якобы политику государства в отношении этих регионов, является Русская Православная Церковь. Они, конечно, ошиблись, потому что Русская Православная Церковь никогда политического влияния не оказывала, но в чем-то они не ошиблись. Ну, духовно, это точно. Потому что мы, братья с теми самыми людьми, поверили. И в этом смысле, конечно, Русская Православная Церковь являлась фактором развития добрых братских отношений и с Грецией, и с православным арабским миром, и со всей вот этой части. Балканские страны. Балканские страны. И в этом смысле, конечно, мягкая сила, но не только с нашей стороны, но и с той стороны. И, в общем-то, эта духовная сила, она и не может быть жестким. Духовная сила направлена всегда на достижение, ну, то, что называется, тех идеалов, которые в Евангелии прописаны. Поэтому, полностью отказываясь от той трактовки мягкой силы, которую в то время западные аналитики приписывали Русской Православной Церкви, я одновременно скажу, что Церковь, конечно, играла очень важную роль в сохранении духовного единства православия. И вот когда начались вот эти раскольнические процессы, то я не сомневаюсь в том, что за этим стояла политическая воля не только врагов России, но и врагов православия. Потому что оторвать русскую церковь от церквей Ближнего Востока – это значит ослабить, в первую очередь, те церкви. Но, по милости Божией, все-таки большинство лидеров православных, люди мудрые, и не поддаются на такого рода давление, хотя это давление осуществляется, и кое-кто сдает свои позиции. Но некоторые главы церквей мужественно этому сопротивляются. Естественно, по известным причинам имена этих людей произносить не буду. Но благодарю за мужественную, твердую позицию, направленную на сохранение единства с русской православной церковью. А значит, это и есть борьба за единство всего православия. Вы упомянули восточное Средиземноморье, вот как раз в тех местах, где родился и прошел свой земной путь Христос. Сейчас ведь тоже все в огне. И несмотря на то, что все мировые религии на Святой Земле в один голос заявляют о том, что молятся только за мир и ни за что другое, а война-то продолжается, вот как Вы думаете, как найти дорогу к миру на Ближнем Востоке? Вот у меня, конечно, нет и не может быть каких-то политических рецептов. Да, наверное, все рецепты уже давно перепробованы, и что-то ничего из этого не получается. Речь идет в первую очередь о том, что существует достаточно сильное напряжение между арабским населением и еврейским населением. Опять не буду входить в какие-то политические возможные причины этого, в экономические, хотя, наверное, и то, и другое присутствует. Но ведь это напряжение, оно не сегодня родилось, оно существовало и в прошлом. И поэтому, если говорить о каких-то путях и средствах преодоления этого конфликта и вообще примирения людей, мне кажется, что нужно очень активно вовлекать религиозных лидеров. И уважаемых мусульманских лидеров, и уважаемых иудейских лидеров, и христианских лидеров. Потому что, если действительно между лидерами и вождями этих групп будет установлено какое-то единомыслие по поводу того, что и как нужно делать для сохранения мира, то это единомыслие может быть реализовано в политических концепциях, но и повлиять на предотвращение дальнейшей военной эскалации. Но об этом пока только стоит мечтать. Потому что, как я понимаю, при всем желании некоторых религиозных лидеров активно включиться в эту проблематику, не все получается так, как бы хотелось. Ну, будем надеяться, правда. Ваше Святительство, большинство российских семей отмечают Рождество. Вот мой, наверное, традиционный, но всякий год очень актуальный вопрос. Как среди этих наших бед и тревог разгрести пространство, чтобы было место для праздничной радости? Вот для меня праздничная радость это состояние души. Я знаю, что у некоторых людей радость, синонимом радости является веселье. Есть разница. Да, есть большая разница. Нельзя все время веселиться, с ума сойдешь. Веселье вообще это такая очень энергетически затратная эмоция. И каждый это знает. Нельзя смеяться весь вечер. Потом на следующий день голова от этого болит. А что нужно? Нужно, чтобы на сердце была радость. Чтобы сбалансированы были наши чувства. Чтобы мы действительно воспринимали переживаемое, как важное духовное событие. И вот на мой взгляд, конечно, кто-то из людей, не разделяющих религиозные убеждения, с этим не согласится. Но на мой взгляд, без веры в Бога это невозможно. Говорю вам от своего собственного опыта, не могу представить себе, как это вообще можно иметь радость, ту самую, о которой мы говорим, радость во святом духе, если ты отрицаешь и духа, и Бога, и замыкаешь все свое мировоззрение в рамках вот того только материального мира, который существует. А значит, ты жизнь свою замыкаешь в рамке этого материального мира. А потом что? А потом холмик, и ничего. И ничего с собой не забрал. И ничего с собой не забрал. И вот если человек верит, что с холмиком все кончается, но это же несчастный человек, больше того, если вы не верите в вечность, если вы не верите в суд Божий, то это же очень влияет на вашу мотивацию здесь. Если Бога нет, то все дозволено. Классик сказал. Вот так оно и получается. Живи как хочешь. Делай что хочешь. Там какие-то законы. Законы обойти можно. Но если ты понимаешь, что никаким холмиком ничего не заканчивается, душа бессмертна, ты предстанешь пред Богом, ты будешь судим по тому, как ты жил, вот тогда мозги включаются. И чувство самосохранения возникает. И 20 раз человек подумает, а мне надо вот сейчас обманывать или не надо? Вот мне нужно разрушать мою семью или не надо? Мне нужно взять в долг большие деньги и куда-то убежать, и оставить того, от кого деньги взял человеком нуждающимся или не надо? Вот это можно перечислять в бесконечности. Другими словами, совесть – удивительный внутренний голос. Вот этого бы голоса не существовало, если Бога бы не существовало. Потому что голос совести точно совпадает с божественными заповедями. Но, к сожалению, совесть – хрупкая конструкция. Ее можно разрушить, ослабить. Но создать такую систему псевдоценностей, в которых совесть начинает себя чувствовать так, ну, а, в общем-то, это и не совсем плохо. Ну, и таким образом человек теряет способность реально отличать добро от зла. А это самое страшное. А вот все то, что делает церковь, вообще вера религиозная, то, что делает высокое искусство, кстати, пробуждая и развивая эстетическое чувство. Через искусство и через эстетическое чувство оказывается благоприятное влияние на душу человека. Потому что искусство ведь гармоничное, а гармония входит в сознание человека, в душу. А гармония – это то, что только могло быть от Бога. Потому что взорвавшаяся комета никакой в себе гармонии не несет. Взорвавшаяся планета никакой гармонии не несет. И если мир был создан из всех этих летающих космических неживых объектов, то в этой вселенной никакой совести нет. Совесть от Бога. Это самое сильное доказательство того, что Бог существует. Но нам иногда говорят, ну, совесть – это результаты развития такого человеческого. А потом формируется совесть под влиянием внешних факторов, культуры, образования и так далее. Это неправда. То, что хорошо, хорошо для всех. И для образованных, и для малообразованных. И совесть начинает работать в человеке тогда, когда человек нарушает Божьи заповеди, даже не зная этих заповедей. Так что вот дай Бог, чтобы голос совести никогда не исчезал. И чтобы мы берегли этот драгоценный инструмент, который вне даже зависимости от того, насколько мы часто молимся или не молимся, входим в храм или не входим, но этот инструмент помогает нам не потерять связь с Творцом. Когда мы говорим «мы русские, с нами Бог», мне кажется, что лучшим доказательством является это огромное количество народа, которые сейчас, если не на войне, то точно помогают нашим воинам, чем только могут. Посмотрите, волонтеры. Мы даже не представляли, какое огромное количество этих замечательных людей в нашей стране. Вот это и есть Бог, я прав? Да, там, где жертвенность, там, где человек отдает самого себя, там Бог. Почему? А потому что физическая природа человека во имя самосохранения предполагает динамику к себе, а не от себя. надо же сохраняться, надо выжить, значит, нужно к себе. А если вы отдаете от себя, нередко подвергая себя рискам, ну, допустим, ну, возможность ослабить свой материальный, так сказать, фактор, материальную составляющую. А когда мы идем добровольцами навстречу смерти, подвергаем свою жизнь опасности, откуда это, из какой материальной субстанции может произрасти сам этот подвиг отдачи своей собственной жизни? Ну, нету комментариев. Только свыше. Только свыше. Только свыше. Господь через совесть нами управляет. И, может быть, человек креститься не умеет или в мечеть не ходит, но голос совести заставляет его поступать так, как Господу угодно. Вот почему нужно всегда прислушиваться к своей совести и ни в коем случае не доводить дело до того, когда совесть просто разрушается. Мы говорим иногда, бессовестный человек нет совести. Он разрушил самое важное, что есть в человеческом измерении жизни. Поэтому, дай Бог, чтобы все, кто работает на сохранение совести, это, конечно, и религиозный фактор, и высокая культура, и воспитание, которое включает в себя любовь к отечеству, помощь ближним, чтобы вот все это помогало людям сохранять совесть, а вместе с совестью ответственность за самого себя, за своих родных, близких, но и за свою страну. Ваше Святейшество, огромное вам спасибо за ваши слова, за это интервью, и еще раз поздравляю вас с праздником. Благодарю вас. Спасибо.